Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня света, 19 июля, 9 утра, я еду в церковь на разговор с батюшкой и на исповедь я записала то, что хотела сказать. Что я вам хочу сказать. Мне 54 года, сейчас я проживаю в США. Это моя вторая эмиграция. Первую эмиграцию в 98 году, я тогда была замужем за одним украинцем, и мы воспитывали моего ребенка. Это было тайное усыновление, потому что биологический отец сбился с пути и продался женщинам богатым за деньги. Это более легкий такой способ. Не женщина, а, знаете, он нашел себе одну женщину, прямо на работе. Мы работали вместе. Мы еще, когда это мне было, лет 22. В общем, 91-й год. 91-й, да. Мне кажется, это 91-го года. Да, 91-го года. Может, из 90-го. В общем, не в этом дело. Я из семьи вид, моя мать, время по сектам, предполагаемо. Отец тоже, мою бабушку. Я вообще в церкви никогда не видела, никогда не видела молящуюся. И во дворе, где мы жили в Одессе, прямо в лицо. Вот, когда я с ней шла, женщины кричали, что это ведьма. Она говорила, что это красивая. И когда мы шли по улице, мужчины делали ей очень много комплиментов, что она такая вот красивая, молодая. И люди вообще думали, что она вот не моя бабушка, а моя мама. Моя мама все время была в разъездах. Значит, как там получилось? Мне было два года, и мои предполагаемые родители меня бросили. Просто бросили на другой конец лет. Даже не отвезли. Просто бросили на вокзале. И меня какая-то бабка отвезла. Почему бабка? Потому что она за мной смотрела, она ее дочка. И, в общем, когда меня через год назад отыслали, тоже с чужими людьми мне, они мне никогда ни одной открытки не прислали. Вообще никогда. Ни одной открытки. Поэтому она мне бабка. Я знаю, что она уже умерла, царство и небесное, но от этого открытки не появляются. Ни одной открытки. Вообще нет. Ни подарка, ни открытки, я вам говорю, ни открытки. Так что то, что она там жила в Сабарханде, и они не бедствовали, потому что ее муж, он в НКВД работал, и он был этим, в охране работал. То есть, деньги были. Просто он тратил всех их на любовниц и так далее, на кульки-шмульки. Вот. Но bottom part – это ключ вот этого, что я никогда ни одной открытки, ни одного поздравления не получила. Так, теперь я была очень далеко. Я вам все это говорю, вот эти вот три минуты, что я от Бога была очень далека. И мое единственное было увлечение, вот самое большое – это книги. Книги, и я их просто ела. Я их ела, я их глотала. Здоровьем моим никто не занимался. Мать у меня погулящая. Но что я могу поделать, если в 6 лет она допилать за того, что по виду не скажешь. По виду. Я-то знаю, я-то там была в 6 лет, когда мой предполагамый отец ее поймал с ее уже, с братом ее отца, которого так же зовут, представляете? И все это у меня на глаза. Почему я это стала озвучить? Потому что оно меня мучило все эти годы. Вот мне 54, я себя просто очень рано помню, с 52. И меня с детства преследуют кошмары. Я болела лунатизмом. Мочилась в постель. Вот почему я рассказываю за этот вот, за вот тот случай, когда мне было 6 лет, и когда мой предполагаемый отец поймал мать. Я потом мочиться в постель стала. Я не помню до того, что я мочилась в постель. И, вы знаете, днем, днем вот я себе вроде бы, ну так, адекватно там вела, все, и отличница была. Я спрашиваю своих одноклассников, что вы там обо мне помните. Ну, у нас там 30 человек было. Один мальчик сказал, что заучка. Вот я одного спросила сейчас. Она будет еще других поспрашивать, что они обо мне помнят. Завучка. И я, у меня, знаете, вот такой идеал был, как Ломоносов. Во-первых, мне стихи его нравились. Во-вторых, то, что он академиком стал. Моя фамилия по этому, по документам Павлова, по рождению, по свидетельству о рождении. Но я шести лет знаю, что это может быть и Кондрашова. Кондрашова – это девичья фамилия моей матери. И мое отчество может быть не Юрьевна, а вот это вот Григорьевна. Такое же отчество, как моя мама. Там очень интересная история. Дело в том, что мой дедушка, на него получили похоронку. И, а семьи были же большие, и его отец, одного из детей, который родился, то есть его, он знал, что старший сын погиб, получили похоронку. Вот, у меня дедушка Концлагер прошел. И предполагаемо, вот Кондрашов Григорий. И Концлагер и рабство. Вот я фильме смотрела, вот рабство, оно натуральное. Он был во Франции рабом. Он был, оно называлось батраком, он был рабом. Рабом. Его из Концлагеря купили в рабство. И если бы не закончилось... Ну, смотрите. И только, когда Сталин положил конец войне, он прекратил быть рабом. Он был рабом во Франции. В 45-м году он пережил Концлагерь и стал рабом после этого. И только потому, что он был физически, внешне очень красив и физически очень силен. И после того Концлагеря, он пришел, просто француз купил с бабками. Одессита. Моего дедушку француз купил. Вы представляете, это было в 1945-м году. А меня мать хотела продать. Ей было все равно. Она меня выгоняла на улицу. Она меня с шести лет вообще не смотрела за мной. Вообще. Я в шесть лет попала в руки педофилу. Я в семь лет сама жила полгода. Не мудрено, что я писалась в постель. Мочилась. И что я жить не хотела. Я все время раздумывала, как мне закончить мою жизнь. Вы представляете, у ребенка вот такие вот мысли были. И каждый раз, когда я к матери обращалась, отца я вообще не видела. Он просто нас бросил. Просто. Он меня просто бросил. Он мне не писал ни одного письма. Вообще ни одного. Я когда уже выросла, пару раз поехала к нему в Киев. И он мне говорил только за своих любовниц. За своих по тоску. И не накормил меня ни разу. О, не, накормил. Накормил. Он меня напоил. А потом я думала, что он ко мне пристает. Он палил своими вонючими этими вот губами. Я не знаю. Только ни мне, ни в губы. А вот к лицу я отвернулась. Я вообще шан-то рак. У вас это в Киеве было. Я не знаю, был ли он пьяный или он педофил. Откуда я знаю? Я его вообще не знаю. Павлова я не знаю. Он себя Юриком называет. И бухает. Это слов нету, как он бухает. И всю жизнь бухал. И человека убил. Вот вон машинного человека убил. И каждый раз, когда я увидела, насмехался. Теперь я все это наговорила 9 минут. Я прибежала один раз в церковь. Я прибежала. Дело в том, что я пыталась вырваться из того болота, из того рабства. Я пыталась. Я содержала себя в девственности. Я хранила свое женское достоинство, девичье достоинство до 19,5 лет. И только официальному жениху-летчику из Вильнюса, бойко Станиславу, я доверила свое девичье достоинство, которое нарастоптал, насмеялся. И даже не приехал, даже вообще не объяснил. Развалил свадьбу, все. Это был ужас. А потом я познакомилась с отцом моего старшего сына на работе. Не на гольках, на субботнике. И он меня как-то отвлек от тех мыслей, чтобы... Я не стала пусть к Богу. Бабушка была жива, все были живы. Они там все ругались, пили, бухали, драли у друг друга волосы на голове, вызывали полицию. Я абсолютно... Смотри друг друга. Я была абсолютно вот из другой оперы. Недаром у меня ДНК пришло и говорят, что вот... Потому что их история, все мои семьи, что я... Что моя мать якобы там греки. Поэтому я увлекалась там разной литературой. Я же не знала ДНК. Я из Одессы. И мне часто спрашивают, что ты что, еврейка? Что ты отвечаешь там вопросом на вопрос? Я говорю, не знаю. И читала много про евреев. И у нас Одесса. Я в Одессе шести лет прожила. Естественно, и у меня и цыгане были, и друзья, и евреи. Всех национальностей. И армяне, и грузины, и все. То ли армянкой, то ли грузинкой первые мы курить стали. В девять лет. Я стала курить девять лет. Матом ругалась я так, что с девяти лет. Что у взрослых мужиков загибались уши. Просто заворачивались уши. И при всем при этом она сохранила свою девичью честь. В общем, когда я связалась с Геннадием Комаровым, за которого идут речи, отцом моего первого ребенка, мы прожили три года прежде, чем я забеременела. И мы проработали вместе под руководством вот этой вот коврейки, которая по паспорту Татьяны. А все ее знают как Наталья. Ну так вот, в одной из ссор мы постоянно ссорились с Геной Комаровой. Постоянно. Потому что я такого прихода вообще в жизни не видела. Вот он слово говорил и что-то там врал. И однажды я до того была доведена до отчаяния. Я побежала, я схватила, что там было. Ну, моя лучшая одежда, белые брюки, потом какая-то кофта и побежала в церковь. Вся в слезах, рыдая. И меня остановилась какая-то бабка, меня остановила. И не пустила к священнику. И сказала, иди переоденься. Я прибежала, я хотела пойти, да, или с окна спрыгнуть. Ну вот что ты, это вот, это был просто. Мне нужно было кому-то, вот. Я не знаю, меня же мать проклинала, если я ходила. Вот если меня Генка обижал. Причем он доказывал мне, что это я идиотка. Они мне все доказывали, что это я идиотка. Я ничего в психологии не понимала. Я не знала, что такое нарциссические личности. Я не знала, что такие вот есть люди, которые к чистоте тянутся и просто живут твоей энергетикой. Живут, вот такие вампири. Так это у меня мать такая. Это мать такая. Вы знаете, то, что шлюха, это мне вообще безразлично было бы. Вот так вот, если честно сказать. Если бы она меня не бросала. Потом, что там в соседней какой-то комнате пришла. Допустим, к себе, честно, там кого-то мужика пришла. Так она меня бросала по 6 месяцев. По 6 месяцев. Сколько там ей надо было, чтобы этим вот заняться, простите. Так если бы она лучше... Она не умеет кушать, готовить. Она не умеет ничего делать. Она не стирать. Она не умеет... Причем, она, если это что-то умеет, она это делает себе. Она себе шила. Она мне ничего не шила. Она не заботилась. Она не покупала мне ни колготы, ничего. Зато у нее было, и она все время жаловалась. Как ей плохо живется. Какая она не счастлива. Я не знаю, что она не заботилась. На людях одна, вот одно лицемерие. А то, что внутри, она меня фашисткой все время называла. Гитлером фашисткой. Меня отец Берия называл. Я попросила его написать биографию его, чтобы хоть что-то узнать. Я ничего о Павловых не знаю. Вообще ничего. Сегодня какая-то там звездунья написала мне, что у меня там с Павловым только эти вот объединенные там фамилии. И все. Вообще написала, что я там шизанутая украинка. Так самое интересное, во-первых, я американка по паспорту, во-вторых, я по рождению. Вот видите, все время меня перепутывают с кем-то. Это мне мать украинка. И она меня там и шизанутой какой только не называла. И сейчас вот эта украинка, рамазан, которая разбила, которая уничтожила, уничтожила то, что у меня было построено в Аргентине, то, что я купила. А купила я мебель, я купила одежду, я купила матрас себе ортопедический. За 500 долларов я купила, мне пришлось его за 100 продать. Нас вот тот полицейский ее пихарь просто бросил. Так бросил. Он бросил ребенка, и меня в самый труднейший, в самый скрутнейший момент у моего мужа идти. Она все знала. Она теперь... Я еле-еле. Вот сейчас у меня такое тяжелейшее опять положение, что оказалось, что мой муж, Стивен, наврал то, что выплало, что он с этой вот не развенчался со своей первой женой из-за того, что денег не платил, наверное. Не хотел тратиться в той католической церкви. А теперь оказалось, я и не венчана. Но официально я замужем. А вот тот полицейский, с которым я прожила в Аргентине 4 года, он совершил преступление. Преступление должностное. Потому что он привел. А я не знаю мотивы того преступления. А я вам говорю за этих вот, за рабство. А рабство бывает. Рабство бывает, и когда и проституток, а женщина превращает в проституток, когда детей еще в сексуальное рабство продают. Вон я только пришла с этого фильма, посмотрела. И проституция женская. Потому что меня мать все время вот бросала. Ей было все равно. Она меня на улицу подростком выгоняла. Ей было безразлично. Если меня там изнасилуют в Одессе. Ночью просто выгоняла, пошла вон, куда угодно. И шла себе спать. Вот эта женщина такая вот. С виду такая добренькая. Дальше. Просто к чему я говорю. Вот эта Ирка Рамазан, она говорит, что я жезнутая мать. И вот бегаю в церковь. Прощения прошу. Она вообще не понимает. Вот смотрите. Она живет 20 лет в груде. С этим пихарем. 20 лет. Она не имеет права на причастие ходить. Она не имеет. Она ходит на причастие. И этот пихарь ходит, кстати, на причастие католикам. Они разрушают церковь. У них своя церковь католическая там. Им разрешается. Католикам всем дают причастие. Всем я могу пойти и там причаститься. Только в меня все лица бьются. И, понимаете, я бесноватая стану. Я бесноватая стану. Ирка Рамазан не имеет причащаться у меня. Почему она так присела на сайт моих детей, которые вечерны и женаты. Венчаны и женаты. А ее пихарь это Рамазан и она. Значит, она была замужем за украинцем. Он был нормальный. Если я... Значит, когда первый раз вышла замуж на Украине, в Одессе за Мажугу, он потом оказался педофилом. Так что мне с педофилом жить? Я узнала об этом, что он педофил только через год, как уехала в Аргентину. Только через год явился один мужик, его имя Смирнов. И сказал, что я бросила ребенка, что осталось педофилом. И вы знаете, как только он мне это сказал, я не перепроверяла. Я не перепроверяла. У меня не было никаких доказательств, потому что перед тем, как уехать, я всех... Да я бы в жизни своего ребенка не оставила с педофилом. Вы что, не понимаете? Меня обманули. Они обманули. Вот этот Мажуг, он все делал скрытно. Ни его мать не знала о нашей росписи, ни его отец, ни мои родители, никто не знал. И женился он специально, чтобы из меня квартиру мою вытянуть, моего ребенка уничтожить. Это мое мнение. Это я так считаю. Я не бог. Это моя правда. Это моя правда. И я хожу к батюшке. Я замужем. И официально я в США замужем. В США. И здесь вот эта церковь в США. И все, что надо было там доделать разводы, я делала в тех странах, где я вот, допустим, выходила замуж. Теперь я говорю за должностное преступление вот этого полицейского. Я же вот этот свой тонал открыла. И уже до года два вот это рассказываю. потому что преступления, которые мы совершаем вот здесь вот, вот на этой, ну, в этой жизни, еще они в параллельном мире, невидимом, как рассматриваются. Я имею в виду аборты, и я имею в виду вот божьи законы. Вот это Рамазан, она не имеет права причащаться. Она церковь разрушает. Она мне указывает, что я в кофейнке не, там, в кофейнке не сижу, или это вот. Это мне указывает ведьма. Я же не знаю, что там была за бабка, которая остановила меня тогда в церкви. Я не знаю, что она. Вы знаете, не каждая бабка, даже которая сидит в церкви, она вот Божий человек. Не каждая. Я читала, в общем, я к вам и к тому, что если идите к Богу, не к бабке, а додвигайте эту бабку. Говорите, я к Богу пришла, к священнику идите. К священнику поговорить, поговорить. Мне нужно поговорить, я хочу пойти повеситься. Мне плохо. Мне плохо. Понимаете, это их работа. Деньги тут ни при чем. Я просто прибежала в церковь, тогда в Одессе, вся в слезах. И меня прямо на пороге остановила бабка и не пустила. А если бы за мной, вы же не знаете, она же не видела, да бабка, что за мной, может, бесы гнались в том невидимом фронте, в невидимом мире. У меня вот этот дедушка Гриша допился до того, со своими обидами, что он чертей видел до белой горячки. Он их открыто видел, он говорит, вот там черти, и это черти. И говорю, что у нас в доме черти. И там побежала хвостатая рогатая, и там, и там, и там. Я просто вам говорю, что идите в церковь, это нужно, во-первых, беседовать. Смотрите, я уже лет 7 хожу в православную церковь. И была вот лет 7 уже хожу, как на причастие. То есть, прежде чем пойти на первое причастие, которое у меня состоялось в Одессе на французском бульваре в церкви святого Владимира и Людмилы. Я ходила на беседу с батюшкой вначале, потому что вы на беседу можете идти независимо, вот там, замужем, не замужем, вот в таком плане. Сколько у вас детей? Приди, поговори. Дело в том, что когда вот мне было 20 или 21, вот я первый раз прибежала в церковь, до этого же я приходила к маме, к бабушке. Они же меня запиливали. Мало того, что запиливали. Мне мать угрожала, она мне все время угрожала. Когда я познакомилась с Геной, она мне угрожала оставить без куска хлеба. Она угрожала пойти на работу, рассказать, что я шлюха. Вы вообще, представляете, а я даже не понимала, даже не понимала, что это она, шлюха, она с 6 лет переспала со своим, с братом, своего отца. Я это все видела. После этого я мочиться в постель стала, лунатизмом заболела. Через 6 лет она вышла замуж мужика, один брат, которого убил, другого зарубил топором, а она еще за него замуж вышла. Она еще привела бесов. Она выкинула меня из моей комнаты. Она, теперь еще мужик появился в трусах, который ходил передо мной. Вот это вот перепелит моим носом. Я там у них самую грязную работу делала, просто самую грязную работу в доме. Они меня лишили моей комнаты, они меня поселили, выбросили, ну, мать, мать, отца, 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 просто выбросили меня в соседнюю комнату, где жил, значит, взрослый парень, это мамин брат, не женатый, парень, который пил, пил пиво, а я девушкой была, ему 22, мне 12. Он пил, курил и гулял уже. И все знали эту историю, что мою мать поймали, что она собственным, вот это вот тоже был дядя, там же у моей матери тоже такая вот всего лишь разница там лет 10, как и у меня вот с этим дядей. И она меня лично посадила, посадила жить вот в ту комнату. Она мне не купила ни одной прокладки, она понятия не имеет. Когда у меня начались месячные, она ничего про меня не знает, вообще ничего. Она меня просто на месяц забросала. Я вам говорю, в церковь ходят на причастие, а причащаться надо. Перед тем, как причащаться, по-погабиседовать с батюшкой, все рассказать. И не ходите на причастие, если вы живете в плуде, вы разрушите церковь и разрушите себя, потому что вы храм Божий. Почему я не унываю? Потому что Ксения Петербургская толпой не ходила, потому что ее тоже забрасывали камнями. Потому что Сергия Радонежского, на него тоже бандюги напали и избили до полусмерти. И эта война, это война за души, за чистые души. Вот это Рамазан, она детей отбирает. Во-первых, она бросила своего нормального мужа, украинца. украинца нормального. Я бросила педофила. И педофил не отец моего ребенка. Отец моего ребенка, он не педофил. Он бандит. У него дырка в одном месте от пули. На полном серьезе, на пятой точке у него дырка от пули. Он мне показывал. Когда Артуру было 12 лет, и я его нашла, это когда я вырвалась из Аргентины, я его нашла и умоляла, умоляла познакомиться с сыном, умоляла. Говорю, я в беде, а у меня впечатление, что меня грохнут, меня в тюрьму посадят, что-то, познакомься с сыном. Он пришел со мной, он со мной имел кекс. Второй раз он опять пришел, а я что придумала, потому что он отказывался. А я что придумала, я его пригласила, а сама привела ребенка, и думаю, сейчас вот он зайдет, вот он зашел, а Артур побежал в туалет, представляете, а я дверь не закрыла, вот в прихожей, Генка пришел ко мне кекс иметь во второй раз, а тут я говорю, заходи Артур и он выбежал, а дверь была-то открыта, у меня надо было закрыть, или что-то, или вообще ничего не говорить, сюрприз такой сделать, но я-то не понимала, что он убежит, значит, кекс приходить, кушать мой, это ему нормально, а сына увидеть нет, а потом и все, и больше я вот в 12, когда Артуру было, а потом я его нашла еще в 2016, когда я уже с дочкой сидела со своей, тоже случайно это случилось, и тоже я его умоляла, и он так ничего не сделал, не появился, он мне написал, сказал, что ему подарки нужны, какие подарки, вот, я сейчас еду к батюшке, потому что я молилась, вообще эти все молитвы, афонских монахов и так далее, это огромный подвиг, это сказала не я, это, это вот батюшки говорят, я имею ввиду по часам молиться, и я же молюсь как, Господи, ты меня веди, но это нужно, чтобы не один на один с Господом, потому что нечистый может вселиться, и знаете, это нужно делать под руководством, третьего, того, кто обладает, того, кого рукоположили, и вот я поэтому еду сейчас к батюшке, чтобы попросить благословения, вот, на молитвенные, потому что я часто ночью просыпаюсь, вот я прошлой ночью проснулась, не могла ссать, и я взяла, я молилась, я открыла Библию, я открыла 21-й псалом, и я знаю, это было от Святого Духа, это было от Господа, простите, 21-й псалом, это именно то, это же псалом Давида, это именно то, что говорил Иисус Христос, что Господи, почему ты меня оставил, и там фроризы, которые делили, и жребий бросали, а на меня жребий бросали, сколько раз на меня жребий бросали, это же никто не верит, это все правда, меня разыграли, на меня жребий бросали, золотая молодежь, эти вот, сынки прокуроров и судей в Украине, когда мне было 19 с половиной, до того я внешне какая-то вот еженительно отчактив была, так, Яна, пока прощаюсь,